мой муж храпит, высыпается как огурчик, а я разбито. То есть здесь просто надо спать отдельно. Тут смотрите-ка, можно же лечить и неосложненный храп, в принципе. То есть если у нас, допустим, резко избыточный язычок, ну в конце концов его можно подрезать. Если это аллергия, допустим, вазомоторный ренит, можно просто полечить аллергию. Если это там смещенная назад нижняя челюсть, бывают специальные капы, используются выдвигающие вперед нижнюю челюсть. Можно тренировку специальную в мышц языка нижней челюсти, глотки. Если только на спине человек храпит, такие специальные позиционные датчики, когда человек переворачивается на спину, он начинает вибрировать, человек переворачивается опять на бочок. Или самая простая такая рекомендация, берётся футболка, сзади между лопаток пришивается карманчик, и туда кладётся теннисный мячик. Переворот на спину прекрасно заменяет, так сказать, этот мячик локоть супруги, который перевернись на бок. То есть человек просто не может заснуть на боку, и за месяц вырабатывается стойкий рефлекс на спине вообще не спать. Но ещё раз говорю, что да, храп может быть звук, который мешает. Ну, в конце концов, беруши можно вставить и спать с берушами. Но храп – это может быть симптом синдрома абструктивного апноэ сна, а вот это заболевание уже само по себе очень опасное, и качество жизни ухудшает, и прогноз жизни ухудшает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok